Приветствую вас. Смотрите, какая получается история. Значит, по вашему описанию, у меня так сложилось такое впечатление, что вы очень сильно своей девочкой нуждает. Мне показалось, что вы чересчур много проявляете активности к ней, хотя я безусловно могу ошибаться, но мне так показалось. Не обязательно девушка вам изменила сразу. Вполне может быть, что на расстоянии, у нее на расстоянии, произошел инсайт, то есть озарение. Она увидела какие-то вещи, она по-другому стала смотреть на мир. И она увидела, что в жизни может быть по-другому. Она увидела, что в отношениях может быть все иначе. Она увидела, что вы это лишь часть ее мира. Не полностью, не весь ее мир, но часть. И она просто-напросто поняла, что вы не такой значимый для нее человек, что по сути дела означает только одно. Что она нас не любила. То есть это была влюбленность, это была страсть. До определенного момента, пока она не столкнулась с другой реальностью. Скажем так. То есть вот до тех пор, пока она не столкнулась с другой реальностью. Вы для нее были всем. Вы для нее были прям вот, вот прямо всем вы для нее были. Вы для нее были самым лучшим. Она вас любила, она вас целовала, она вас обнимала и так далее. Но прошло время. Но прошло время. К сожалению, да. К сожалению, прошло время. И теперь, теперь ситуация изменилась. К сожалению. Теперь ситуация стала другой. И она, возможно, тоже стала другой. То есть, как бы, это неприятно. Я с вами согласен. Это неприятно. Это, в общем-то, не может быть приятно. Потому что, ну, сперва было одно, да, потом сорвется на другое. Я вас понимаю. Но, тем не менее, тем не менее. И вам сейчас, чтобы не разрушить отношения, если вы действительно девочку любите, вам нужно принять ее позицию. Такой, какая она есть. Сейчас. В данный момент временем. И просто девочку не трогать. как бы, не обнимать ее, если она этого, ну, если она этого не хочет, да, если, там, ей, там, к примеру, да. Если ей, если ей, там, ну, неприятно, да, вот, как вот. Как вот. Вы, вы, вы видите. Понимаете? Какая история. То есть, вот тут, выбора-то особо нет. Если вы хотите, конечно, еще раз повторяю, если вы хотите сохранить с ней отношения, если вы хотите, если вы не хотите ее потерять, потому что, это, как бы, ну, в противном случае, вы ее потеряете. Она вряд ли будет, будет долго, 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 долго будет терпеть такую вот вашу позицию. Вот. Если ей неприятно, ну, не будет. Вот. Просто не будет. Не будет. Если ей неприятно, она, она не будет. Понимаете, да? О чем идет дальше. И это, все это, вопрос, как бы, к вам, что вы хотите в этой ситуации? Что, что вам нужно в этой ситуации? То есть, ну, грубо говоря, почему вы так вот заинтересованы в девушке? А прав ли мой коллега в том, когда говорит, что вы боитесь быть брошенным? Прав ли мой коллега в этом? Как вот вы сами считаете? То есть, в целом, в целом, мне очень показалось сильно, что вы, вот, через счет зависимых девочек. Возможно, у вас раньше были не очень удачные отношения, возможно, раньше ваши отношения складывались с близким хорошо, и вот с этой девочкой у вас наконец началось что-то получаться, да? Вы, ну, почувствовали, 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 что у вас все получается, вот, и, как бы, вцепились в нее мертвой кладкой, а она, находясь без вас, да? А вот, ну, то есть, когда рядом вас не было, да, она просто почувствовала, так называемую, свободу. Вот, и, все. То есть, понятно, что вам это неприятно, это неприятно, это понятно. Без словно. Ну, как бы, тут надо сказать, что мы сейчас не говорим о том, что приятно вам, например, да, а что, ну, неприятно. Вот. Мы, мы сейчас говорим именно о том, что происходит, а происходит сейчас именно это. Вот. К сожалению, именно такая вот история. И вам, вам нужно решить, что вы будете с этим делать. Дальше. Вот. К примеру. К примеру, вы боитесь измены. Вот. Вы боитесь, что она вам изменила. Допустим. Опять же. Опять же, вопрос. Главный. А почему вы боитесь? То есть. Чего вы боитесь? Что, для вас лично, вот, для нас лично, да, что такого страшного в, эм, измене для вас? То есть, понятно, что это, ну, разрушение отношений, это, безусловно, это даже не обсуждается. Я это прекрасно понимаю. Вот. Меня интересует, скорее, то, как вы это, как вы это себе объясняете. Это такой момент. Еще, на мой взгляд, важный момент заключается в том, чтобы вы, чтобы вы сами для себя определили бы, так, ваша девочка все-таки изменяла вам или нет? То есть, она все-таки способна на измену это или нет? Потому что, вот, так вот, как вы говорите, не очень понятно. Вы для себя этот момент тоже разберите, только вы сможете, по-видимому, себе на этот вопрос ответить. Вот. Никто больше. Понимаете? Какая штука. Я понимаю, что вам, вам, вероятно, ну, вероятнее всего это неприятно, да, но, тем не менее. А вы пытаетесь вместо того, чтобы добраться в себе, да, вы пытаетесь понять ее и понять, что произошло. Там причем произошло, что именно там, не с вами, да, а там, не почему у меня такая реакция, а как так вышло с ней. Вот, в принципе, так. Я думаю, можно ответить вам примерно на ваш вопрос. То есть, понимаете, в целом, в целом, ваша история, как мне видится, это история, к сожалению, о том, чего хотите вы. Но никак, я думаю, чего хочет она, девушка сама, что ей, как бы, нужно, да. Вот, в принципе, так, я думаю. И нет ничего плохого на самом деле в том, что вы, ну, хотите, хотите для себя, для себя чего-то. Просто за свои желания вам нужно нанести ответственность. А пока что вы за себя ответственность не несете. И в своей собственной страхе, которая у вас есть, в свою собственную неуверенность, в себе, которая у вас есть, вот. Ну, переносите, переносите на девушку. Вот. Вот. Вы сейчас пытаетесь, там, ну, грубо говоря, вы пытаетесь сейчас получить от нее то, что вам нужно. А, девочка, она раньше могла вам дать, а теперь нет. Многое, 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 у вас многое, очевидно, завязано именно на, ну, на привычках. Вот. А это... Ну, есть хорошо. Все. Для вас. Так. Так же. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные вопросы, если у вас остались, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры добавил DimaTorzok